И получилось так, что я должен был отработать те концерты, которые уже были кассовые объявления. И на один из концертов приезжает один человек, пианист оказывался, потом он говорит, слушай, тебе безразлично где выступать, давай я тебе устрою Новгород. Меня послали в Великий Новгород, в филармонию. Меня тут же приняли, я тут же начал выступать. И выступать 4.30 утра. Для кого? Вы задайте вопрос. Для доярок, наверное. Кто же на дойку? 4.30 утра. 4.30 утра я выступал на доярок, за доярок. Полчаса всего. Слушайте, вы уникальный человек. Вот сейчас Филиппу предложили бы выступить для доярок. Сказал бы он мне так, с легкостью. И вот так, выступая в этом совхозе, председатель, значит, она пригласила выступать в совхоз. Я так познакомился. А когда жена умерла? Да. И когда случайно, через 5 лет, жена уже 5 лет нету живых, через 4-й год, по-моему, было, я случайно ее встречаю в Москве. Как-то? Она улетала в Америку или куда, по командировке. И так заговорились. Это в аэропорту все произошло? Нет. Слушай, вы так раз. В Москве на вокзале. Это целый сценарий для фильма. Просто роман. Роман можно написать. Роман можно написать. Я встретил ее на вокзале. На вокзале встретились. И так от разговора на разговор она сказала, вот я с мужем развелась. Я говорю, у меня жена. Да, говорит, я знаю. Жалко. Так, 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 так. Заговорились. Так назначили встречу после Америки. Опять встретились. И вот так завязалась какая-то дружба. А через время я сделал предложение. Я говорю, чего я буду один? Все-таки нужно. Женщина имеет около себя. И позже. Я спросил сначала Филиппа. Говорит, папа, я не возражаю. Ты еще. Ого-го. Давай. И так Филипп не возражая. Мы изжилились, расписались. А потом венчались в храм Святой Софии в Великом Новгороде. И вот так это завязалось. Но дружба с сином и гастроли с сином я не прекращал. Я всегда выезжал. И как вы знаете. То есть одно другому не мешает. Там у вас домик, сад. Там у нас домик, сад. Все хозяйство. Корова есть? Корова нет. Дойки нет теперь. В 4.30 не встает. Она уже доктор экономических наук. Преподает в институте. Вот в этом году защитила докторскую. Преподает в институте. Имеет кафедру свою экономическую. Так что все в порядке. Вот я так слушаю вас и радуюсь. Потому что это такая больная тема. И для меня вот лично. Ведь понимаете, многие люди говорят, ну там разница в возрасте. 10. Что такое 10? 25 лет. Слушайте, да и 30 это не такая большая разница. Смотря кто, с кем и как. А Гёте сколько была разница в Гёте? 25 лет у вас разница. 25. Но вам это не мешает? Нет, никак не мешает. Вашему вообще? Она вас понимает, вы ее понимаете? Ну я ее понимаю, она понимает. Все хорошо. Ну и слава богу. А тем более это все на свежем воздухе, в Великом Новгороде происходит. Что вы говорите? Садик, свои огурчики, свои помидорки, свой болгарский перец. Но я понимаю, что сейчас ваши глаза горят не от того, что вы говорите о болгарском перце. Это понятно. Нет, о болгарском перце тоже. Ну, вы занимаетесь творчеством, вы занимаетесь хозяйством, политикой вы не интересуете. А, политика меня интересует. Интересует? Да. Я когда приезжал в данном городе, директору филармонии всегда задавал один и тот же вопрос. Есть ли у вас дом отдыха для ветеранов Великой Отечественной войны? Обязательно шефский концерт. И обязательно в этих городах я делал шефский концерт. Я обязан этому солдату. Всегда поклоняюсь до пола. Вы удивительно рассказываете. Вот молодые артисты были наши. Ну, нет, мне Дорис считает за дураком. В своей жизни я, может быть, сделал более тысячи концертов шефских, таких бесплатных. Детей-сирот военных меня всегда, где бы я ни был. И вы знаете, у меня в репертуаре есть одна песня «Сынок». А Леша у вас есть еще? А Леша – виновник я. Между прочим, эта песня как появилась. И первый исполнителем в России я был. Вы? Который… Болгария – русский солдат. Болгария – русский солдат. И когда поднялся вопрос, что хотят снести памятник, я тут же поехал в Болгарию и хотел снять его. Но оказалось, что ЮНЕСКО приняло решение, памятник остается. И эта песня появилась, она стала символом долгосоветской дружбы. Белеет ли в поле Пороша, 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 Белеет ли в поле Пороша, И в гулке ливни шумяк, Стоит над горою Алеша, Алеша, Алеша. Стоит над горою Алеша, Алеша, Алеша и русский солдат. И сердцу по-прежнему горько, по-прежнему горько. И сердцу по-прежнему горько, Что после свинцовой бурги. И с камнем огнем на стерка, Его огнем на стерка. И с камнем огнем на стерка, И с камнем его сапоги. В то время у вас не было желания вообще вернуться в Болгарию? Нет, я здесь, мы создали свое общество друзей Болгарии, Советское общество, а после перестройки создали общество друзей Болгарии, Которое первым президентом стал Туполев опять же. И сейчас это общество существует. Я являюсь членом правления этого общества. И мы начали уже с болгарских бизнесменов, когда приезжают сюда. Мы делаем вечера, художников. Так что... То есть, вероятно, у вас такой характер, что никакие проблемы на вас не влияют. И есть мои последователи. В Болгарии мы построили памятник адмиралу Уршакову. Это как белый лебедь, стоит он на один из вершин у Черного моря. И сейчас корабли, приезжая по горизонту, видят его и сигналят адмиралу Уршакову. То есть, это вот еще и заслуги такой вот общественной, да? Общественная, полезная деятельность. Я не могу без... Вот я об этом не слышал и нигде, кстати, не читал. Нет, зачем хастаться? Вот сейчас разговор пошел. Дело не в тостостве, а просто разговор пошел. Интересная информация, видите, она даже полезна. Болгария, Россия, это, конечно, все хорошо. Это вот сейчас мы обсуждаем. А в Советском Союзе все было бы, конечно, было значительно сложнее, да? И вот вы сами рассказывали, что возникали какие-то проблемы у вас? Проблемы возникали, да. Сначала с подданства не давали, и потом... Ну, благодаря перестройке, и благодаря... Я первый иностранный артист в России, в истории, который получил звание. Я тогда был иностранный подданный, когда Элсим подписал мне указ. Вот вы были у Ванги, у знаменитой предсказательницы в Союзе. Да, три раза. Она действительно вам все вот это предсказала? И все то, что она просто сбылась? Да, да. То, что она все предсказала... Это вот без обмана, да? То, что сбылось. То, что сбылось. С Филиппом и со мной. А что она с Филиппом сказала? Какой был? Ну, она, Филипп, когда был маленький, мы поехали, я по своим делам поехал. Она сказала, у тебя есть сын, он пойдет в гору, высоко-високо поднимется, и в руках у него будет палка. Я думал, это будет дирижерская палка. А, палка, да. Да, я думал, дирижером станет. А там палка оказалась в микрофон. Вот это первое. А потом жена, когда у меня тяжело заболела, я поехал последний раз к ней. Тогда уже она была в не очень хорошем состоянии со здоровьем. Но благодаря Лилии Ивановой устроила она эту встречу. Они были знакомы, очень хорошо дружили. И она приняла меня, и она сказала, ваша жена пригнула в могилу. Перешагнула могилу, значит, не будет умереть. Но дело в том, что, конечно, сделали операцию, было удачно сделано. Но там упущение врачей было, и это она не предсказала.